Злоупотребление алкоголем еще и причина смерти мужчин трудоспособного возраста в 70% случаев. Такие данные озвучила недавно министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. О том, как спасают от этой болезни в Чувашии, в репортаже Ольги Пырочкиной. А ведь сегодня суббота. Дома их ждут жены и дети. В России с алкоголизмом борются с царских времен. В нашем прошлом и сухие законы, и вытрезвители, и терапия трудом. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? В 2010-м правительство России утвердило новую антиалкогольную концепцию, рассчитанную до 2020 года. Планировалось, что это снизит потребление алкоголя в стране в два раза и полностью ликвидирует нелегальный алкогольный рынок. Что касается первого пункта, Всемирная организация здравоохранения констатирует, сегодня среднестатистический россиянин выпивает за год на 3,5 литра алкоголя меньше, чем 10 лет назад. В отделение острых отравлений больницы скорой медицинской помощи доставляют тех, кто в данную статистику явно не вписывается. К нам поступают только лица, которых доставляют по скорой помощи, по экстренным показаниям, в неотложной помощи. Значит, в основном это лица, доставляемые без сознания с улицы, либо из различных заведений. Острое состояние в отделении снимут. Однако у тех, кто злоупотребляет постоянно, может развиться то, что медики называют делириумом. Проще говоря, белая горячка. Ее лечат уже в наркологическом диспансере. Среди новых методов, к примеру, специальная кислородная камера с аромомаслами. Наше население понимает, лечение очень просто. Прокапался. На самом деле, сегодня в стандартах и концепции нет такого понятия, как прокапался. Лечение алкогольной зависимости, оно бьет на три уровня. Первый уровень – это человек, у которого провалась программа удовольствий, она восстанавливается специальными лекарствами. Дальше – это второй этап – изменить психологию человека. И третий – это социальный аспект, который учит нашего пациента жить трезвым и получать от трезвой жизни положительные эмоции. Полноценная программа лечения от алкоголизма длится от года до трех лет. Держаться дальше помогает группа взаимопомощи. Благодаря такой Борис не пьет уже 14 лет. Я помню себя, когда я пришел первый раз сюда в клуб, я думаю, ну я только посмотрю, как они еще здесь, чем здесь занимаются. И посмотрел, и вот 14 лет я сюда хожу и занимаюсь, и открываю в себе все больше и больше качеств. Я не думаю, что я умею выступать на сцене, какие-то мероприятия, спектакли ставят. Я когда дома сказал, что вот я буду участвовать в спектакле, там небольшие сценки, я думаю, удивились, неужели папа умеет это даже делать. Иными словами, как бы банально ни звучало, от больного требуется только желание вылечиться. Методы, средства и возможности в современной России есть. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Павел Редков, Республика.